Государственные субсидии на жилищно-коммунальные услуги – это мера социальной поддержки, которую могут воспользоваться семьи, которые испытывают трудности в оплате коммунальных услуг. Как получить данную субсидию, узнаем у нашего утреннего гостя. Я рада представить вам начальника отдела по работе с физическими лицами агентства субсидий Оксану Васильеву. Доброе утро. Доброе утро, Оксан. Оксана, скажите, пожалуйста, мы с самого начала начнем. Какой перечень документов нужно для того, чтобы получить эту субсидию? Мы традиционно ежегодно, ежеквартально, по концу года всегда приходим к вам в гости. Большое вам спасибо. И подводим итоги, которые у нас были за этот год. То, что касается перечень документов, он для наших получателей не изменился. Это документы личного характера, паспорт, свидетельство о рождении, то, что касается себя лично и членов семьи. Документы на дом, документы о фактической оплате за жилищно-коммунальные услуги. Остальные документы мы запрашиваем самостоятельно. В этом году это и Росреестр, и органы социальной защиты, органы занятости, пенсионный фонд. Вот документы, которые находятся в ведении этих указанных органов, мы запрашиваем самостоятельно, без участия человека. Поэтому, в принципе, в перечне существенно ничего не изменилось. Единственное, что мы сейчас имеем возможность перепроверить сведения о доходах, которые предоставляют граждане. Как правило, те, кто работает в ООО, у индивидуальных предпринимателей, у нас есть возможность, она появилась в этом году. Мы перепроверяем. Поэтому я все-таки на этом бы тоже хотела остановиться. То, что касается доходов. Во всем остальном, перечень документов остался тот же самый. Я напоминаю, что субсидии предоставляются гражданам при отсутствии задолженности. Если все-таки задолженность есть, когда семьям нужно обратиться к исполнителям коммунальных или жилищных услуг за оформлением договора о рассрочке поддержания. Что касается сроков предоставления услуг на жилищно-коммунальные услуги, изменилось ли что-то здесь? У нас по федеральным правилам субсидия назначается на 6 месяцев. При подаче заявления рассматривается оно в течение 10 рабочих дней. И в случае, если это обращение поступило через МФЦ, это плюс 3 рабочих дня, это 13 дней. Все остальное осталось то же самое. Человек ежемесячно получает на банковский счет в течение 6 месяцев. По итогам 6 месяцев он обязательно должен представить фактические расходы за этот период, для того, чтобы доказать государству о том, что размер предоставленной субсидии не превысил его фактические расходы. А куда нужно сдать документы? Так, у нас есть 4 способа подачи документов. Это наши традиционные и часто используемые. Это очно обратиться лично в службу, да, она находится в каждом районе. Это второй способ, это через МФЦ. МФЦ сейчас имеет тоже достаточно удобные способы подачи документов. Это предварительно записаться, да, у них увеличивается количество офисов. Поэтому можно через многофункциональный центр подать документы, тоже обратившись лично, да. Кроме того, третий способ, это направить документы почтовым отправлением. Здесь единственная сложность, что документы должны быть нотариально заверены, да, оно как бы немножко усложняет использование этого способа. И четвертый способ документов, подачи документов, это подать заявление электронно. Это то, что в этом году мы так активно использовали, и хотели бы, чтобы люди тоже действительно пользовались этим способом на портале госуслуг. Оксана, огромное вам спасибо за полезную информацию этим утром. Желаем вам отличного дня и ждем снова в нашей студии. Ну а мы с вами прощаемся.